Интересно? И сколько вы лет учитесь конкретно в Бауманском, какая специальность и планируете ли идти дальше? Я уже 5 лет в России и учусь на программной инженерии факультете информатики и управления в Бауманском университете. И я на 4 курсе. На 4 курсе? Да. 5 лет вы уже в России? Да, 5 лет уже. Сейчас у вас бакалавриат, насколько я понимаю, да? Да. Да. Есть ли планы учиться дальше? Еще я думаю, наверное, будут планы дальше учиться. То есть пойти в магистратуру? Да. Кто вы будете по образованию? По образованию буду инженером-программистом. Инженер-программист. Максимально востребованный на сегодняшний день, да? Да. Квалификация. Скажите, пожалуйста, вы приехали к нам из Ирана? Я приехала вообще... То есть я родилась в Арабские Эмираты, там училась в школе, а потом дальше я поехала в Иране там полтора года и потом приехала в Россию. Так. То есть учились вы конкретно в Арабских Эмиратах? Да, и родилась тоже там. И родились. Но гражданство у вас иранское. Я так понимаю, что вы успели пожить и там, и там? Да. Да. Расскажите, что прежде всего понравилось, когда приехали в Россию? Потому что совсем две разные культуры, две разные страны. Ну, мне вообще в первую очередь понравились люди. Потому что, как нам озвучили, что люди злые, не улыбаются, не любят там разговаривать с незнакомых людей. И первое впечатление это было, когда мы разговаривали с людьми, и они очень добрые относились, они пытались даже нам помочь. И то есть это было очень большое такое, радостное. То есть так о России говорят, вот, например, в Арабских Эмиратах? Ну, не совсем. Уже все поменялось, потому что это было года пять назад. И сейчас люди больше знакомы в Арабские Эмираты и также в Иране о русской культуре и русские люди. Как вы выбирали вуз? Вы приехали по программе обмена или у вас какая-то другая история? Нет. Вообще мне бы не разрешили одной приехать, потому что я была в строгой семье. И мне брат предложил приехать вместе с ним в Россию. И то есть у него была знакомая, которая, она предложила хороший вуз. И это есть и Бауманский. И так я приехала вместе с братом. Как давалось изучение языка? Очень приятно. Очень хорошо. Приятно? Один из самых сложных языков в мире? Ну, один из самых сложных. И поэтому интересно было его изучать. И, то есть, мы изучали русский язык тоже в Бауманском на подготовительная программа. И это было очень эффективно, когда что-то сегодня я изучаю. И там, после уроков я иду и эти слова уже, то есть, использую в практике. Сколько потребовалось времени на изучение языка? На изучение языка? Ну, я, наша программа там была месяцев, так, я приехала вообще в конце сентября месяца, и мы начали учиться в ноябре месяца. Закончили в июне, то есть месяца в семь. И вы уже свободно говорили по-русски? Ну, так говорят. Ничего себе у вас. У вас талант к изучению языков, однозначно. Вы поступили в Бауманский. Как вам университет? Что можете сказать о том, как вас приняли? Не было никакого барьера, когда все-таки приезжаешь, представляя совсем другую культуру, другую страну? Как-то интегрироваться получилось легко? Ну, все было очень хорошо. Только вот холод был непривычный. Потому что у нас так все в Эмиратах. Нету такие минусы. Вообще нету минусов, большие или маленькие. Там большие плюсы, наоборот. Очень жарко. Да, там совсем очень жарко. А как приняли сами студенты, как ребята со специальности, с кафедры? Легко было общаться? Да, они, так как и с другими студентами, с русскими, еще и лучше ко мне обращались. Потому что знают, что мне немножко сложно. И язык дается, и специальность сама не легкая. Тем более еще в Бауманском университете. Поэтому они очень хорошо относились. И даже до сих пор, всегда, когда мне нужна помощь, они мне помогают, идут к встрече. И это очень приятно, конечно. Поэтому я и осталась. Какие у вас сегодня планы? Вы планируете остаться работать в России? Если смогу хорошую работу найти, да, конечно, я планирую здесь остаться. Мне очень понравилась Россия. Уже для меня она считается как второй дом. Почему не уехать обратно на родину? Потому что вообще мне нравилась Россия. То есть и Калуга, и Москва. Они очень красивые города. Скажите, а почему, например, Калуга, тогда не Москва? Здесь я думаю, что более, как это сказать, оригинальные русские люди существуют, чем в Москве. Потому что там уже очень много иностранцев. Ага, то есть аутентичный такой вариант, да, с точки зрения культуры. Хорошо. Расскажите про ВУЗ. Как вам Бауманский? Как вам уровень образования? Как вам инфраструктура? Вот все, что сейчас окружает этот большой ВУЗ, оно соответствует вашим ожиданиям? Да, даже лучше. И всегда я тоже смотрю на программы, там, люди, которые, то есть студенты, которые поступили после меня. И у них тоже меняется программа. И это, то есть, очень большой прогресс, что все меняется там по моему специальностью именно в Бауманском. Что, то есть, по технологии, как там лучше становится. И, то есть, это все меняется тоже к лучшему. Как соответствует мировому уровню? Хорошо, спасибо. А можете выделить какие-то любимые предметы? Или, не знаю, смотрят ли они нас сейчас, любимых преподавателей, если такие есть? Ну, может быть, просто тот, кто помогает. И, вот, является, может быть, вашим научным руководителем, наставником. Но Юрий Евгеньевич Гагарин, это мой любимый преподаватель. Всех я люблю, конечно, они все отличные преподаватели. А мой руководитель и заведующий кафедры, это Юрий Евгеньевич Гагарин. Так, мы с Юрием Евгеньевичем знакомы. Я тоже когда-то оканчивал Бауманский. Скажите, а чем вы занимаетесь в свободное от учебы время? В свободное время я люблю петь, танцевать. Очень часто люблю гулять, то есть по Калугу. Потому что это очень мне нравится. Спокойно, свежий воздух. И еще люблю плавать. Это все в Калуге, все доступно, вам все нравится. Это все, что вам необходимо, все здесь есть, да, я так понимаю? Да, даже чем, больше, чем ожидала. Вы, например, участвовали, по-моему, даже несколько раз в Мисс Этна. Есть такой у нас конкурс? В Мисс Этна я один раз участвовала. Один раз? А есть другие конкурсы, я участвовала в них несколько раз, да. Да, почему приняли решение поучаствовать в таких конкурсах? Мне предложили и сказали, что есть возможность участвовать. А я хотела всегда этого попробовать, то есть участвовать в конкурсе. И даже не ради того, чтобы я победила, а просто я хотела участвовать так. И мне очень понравилось. Я бы еще тоже участвовала. Участвуйте еще в чем-то? Еще я в баскетбол играю, но, то есть, у нас активная спортивная жизнь тоже в университете. И это мне очень нравится. И, то есть, в этом году только я меньше перестала ходить на баскетбол, потому что уже у нас четвертый год обучения, бакалавриат. А так я ходила, то есть, в Бауманском на баскетбол. И там играла, мне очень понравилось. И тренеры очень хорошие. Хотя я была начинающая в этом, но я могла достичь уровень, который я не ожидала даже. Я так понимаю, вы расстроены это зимой, потому что вот на данный момент практически нет снега вообще у нас. И вы хотели бы встать на лыжи или сноуборд. Это правда? Да. Я хотела на лыжи кататься. На каких? На беговых или на горных? На быговых. На беговых попробую, да? Да. Ну, то есть, хотя бы начать с быговыми, а потом дальше посмотрим, если мне понравится, почему не и горные. А какие еще виды спорта вас интересуют здесь? Здесь летом мне нравится, что все вообще так выходят в парках и используют общественные аппараты или как там, то, что есть на улице. То есть, тренажеры. А, тренажеры. Тренажеры, которые на улице. И, то есть, бегают. И еще есть, то есть, как это называется еще. В общем, вам нравится то, что люди занимаются здесь спортом много активно, да? Насколько я понимаю. Да. И маратоны тоже беговые есть. То есть, когда там день города, есть вот эти активные виды спорта. И это очень хорошо. То есть, видно, как Россия очень беспокоится на... Ну, на национальном уровне, скажем так, да? Да. Для того, чтобы больше людей приобщать к спорту. Мне вот интересно. Сначала приехал ваш брат. Порекомендовал вам. Приехали вы. Вы кому-то еще порекомендуете приехать в Россию? Может быть, из своей семьи? Может быть, друзьям, которые сейчас живут либо в Иране, либо в Арабских Эмиратах? Да, конечно, я порекомендовала свою сестру, чтобы она приехала. И она сейчас учится на первом курсе и также на моем специальности. На программистах. И еще я в социальных сетях активно я всегда там снимаю, показываю людям. И в Эмиратах, то есть, чтобы посмотрели и заинтересовались. И они действительно заинтересовались. И мне спрашивают там, как можно приехать, как можно русский изучать, как это легко ли удается. То есть, они стали заинтересоваться в этом. И это очень приятно. То есть, люди, глядя на вас, теперь интересуются нашей культурой, наукой, образованием и так далее. Насколько сопоставимы образования в России и в Арабских Эмиратах? Вы приехали, я думаю, что уже можете сказать. В Арабских Эмиратах там очень хорошее образование. И в России тоже, то есть, приезжают, сейчас начали приезжать студенты из Арабских Эмиратов. И учатся в вузах в Москве. И я надеюсь, еще это будет распространяться на уровне вся России. То есть, там, в разных городах. И уровень обучения, конечно, соответствует мировому уровню, как я сказала. Поэтому и люди стали приезжать из Эмиратах даже в Россию, чтобы... Но вот почему им не остаться в Эмиратах, если там хороший уровень образования? Почему им приехать в Россию? Приехать в Россию, чтобы, во-первых, там, это другая культура, другой язык. И есть люди, которые должны куда-то поехать и заграниться, чтобы потом эти... То есть, образование, наука принести потом себе в родину. И тоже ознакомить людей, как там вообще все происходит. Культура, погода, все то, что есть в другую страну. Хорошо, здорово. Спасибо вам большое. Поздравляем вас с наступающим праздником, с Днем Студента. С вами была программа «Интересно». Нам всегда есть о чем поговорить. Оставайтесь с нами. Интересно. Продолжение следует...